МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в попытке провести незаконную смену власти. ЕС, по сообщениям, предлагает Украине деньги, если она сформирует готовый к проведению реформ кабинет. Похоже, что властям и оппозиции придется рано или поздно пойти на компромисс. Какую роль в этом процессе может сыграть международное сообщество и конкретно Европа? Здравствуйте, я Крис Бернс. Добро пожаловать в программу НЕТВОРК. Ситуацию на Украине со мной сегодня обсуждают из Брюсселя Ребекка Хармс. Она депутат от Германии, член парламентского комитета по связям с Украиной. Вторая гостья в студии, также из Брюсселя, Аманда Пол. Она эксперт-политолог. И третий гость Стивен Блокманс, ведущий эксперт Центра европейских политических исследований. Добро пожаловать и давайте начнем разговор. Итак, Украине и вправду грозит гражданская война. Кто в этой ситуации повинен? Россия, ЕС или те и другие? Ребекка? Итак, последние дни ознаменованы эскалацией насилия на улицах Киева. Полагаю, такова логика поведения президента Януковича и его окружения. Они, похоже, считают, что смогут освободиться от мирной акции Евромайдан лишь с привлечением Беркутов. Мы пригласили на передачу и представителей оппозиции, и представителей властей Украины. Однако ни те, ни другие приехать не смогли на фоне последних событий. Вопрос Аманде. Кого винить в происходящем? Соглашусь, что главным образом винить стоит Януковича и его окружение. Он, очевидно, не заинтересован в политическом урегулировании. Насилие – не метод. Я думаю, теперь протестующие не уйдут с улиц, сколько бы давления власти на них не оказывали. Они будут продолжать борьбу за свободу. Мы видели, что они готовы за это умереть. Стивен, вы что скажете? Не думаю, что это произойдет завтра, но, в принципе, риск радикализации велик. Соглашусь, Беркуты власти провоцируют раскол. Думаю, лидерам оппозиции нужно сдерживать проявление силы со стороны участников Евромайдана. Но мы видим, что это им не очень удается. Ребекка, а возможно ли раскол Украины? И кто от этого выиграет? У меня складывается впечатление, что на этот раз гражданское движение за главенство закона, за свободное от коррупции общество, сильнее, чем в прошлом. Полагаю, именно эта решимость и вызывает нервозность властей Януковича. Аманда, вам не кажется, что и Россия нервничает по поводу утери контроля в регионе? Москва, в частности, хотела бы сохранить за собой Севастопольский порт. Согласна с вами, Москва воспринимает Украину как свою неотъемлемую принадлежность. Россия выгодна иметь на месте лояльное правительство, которое проводило бы пророссийскую политику. Мы слышали высказывания ряда российских представителей в отношении перспектив отделения Крыма в восточных областях Украины. У России там свои интересы. Это совершенно ясно. Стивен, вы что скажете? Согласен. Промышленные интересы России сосредоточены на востоке Украины. Все, что связано с военно-морским флотом, это Севастополь, Крым. Речь идет о русскоговорящих районах Украины, которые чувствуют себя в культурном плане ближе к России. Как избежать конфликта тогда, Ребекка? Я была бы рада более широкому присутствию в Киеве европейцев. Я выступала и выступаю за организацию на месте постоянной миссии наблюдателей. Представьте, люди из Европы будут общаться с обеими сторонами конфликта. Это поможет снизить градус напряженности. Пока моя идея не нашла воплощения, я не одобряю малого присутствия Евросоюза на Украине. Аманда, но некоторые вам возразят. Вот, скажем, власти Германии считают, что в дело должна вмешаться организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они напоминают, что Россия и ее член. Эксперты ОБСЕ будут действительно нейтральнее и эффективнее, по-вашему? Полагаю, пора прекратить распределять полномочия. Вы делаете это, а вы то. Хватит лозунгов. Нам нужно политическое добро на доступ на улицы украинских городов, чтобы остановить кровопролитие. ЕС должен действовать решительно. Необходимы эффективные санкции, замораживание активов, введение запрета на въезд ЕС для людей, имеющих влияние на политическую элиту Украины. Время разговоров прошло, настало время действий. Немедленных. А как обстоят дела с предложением ЕС, от которого Янукович отказался? Некоторые считают, что он правильно сделал. Сибин, вы считаете, ЕС предложил Киеву достаточно интересные условия по соглашению об ассоциации. Януковичу их следовало принять? Предложение сделали не лично Януковичу, предложение сделали Украине, ее народу. На мой взгляд, да, само по себе предложение было неплохим. Возможно, в краткой среднесрочной перспективе экономические последствия могли быть негативными, учитывая, что Украина балансировала на грани банкротства. Однако следовало учесть, что ЕС вполне мог вмешаться, обеспечив Киеву техническую и финансовую помощь. Ребекка, вот член польского парламента призывает разработать в отношении Украины своего рода план Маршалла. Речь идет о программе помощи. Я бы предпочла более интересные и эффективные предложения по экономическому и гражданскому развитию Украины со стороны ЕС. Пока же Европа, а также США и МВФ лишь ведут переговоры в этом направлении. Некоторые говорят, что Киеву нужно и с Европой заключить соглашение об ассоциации, и с Россией определенные торговые соглашения. Вы что скажете, Аманда? Думаю, что это стало бы оптимальным решением для Украины. Она смогла бы продвинуться по пути евроинтеграции и сохранить хорошее отношение с Россией, своим главным партнером. Да, Украине это пошло бы на пользу, но пока мы не видели никакой готовности к уступкам со стороны. Москвы. Стивен, вы считаете, ЕС и вправду может как-то вмешаться? Учитывая, что 28 его членов расходятся во мнениях? Они расходятся во мнениях относительно европерспективы для Украины, но они вполне могут протянуть этой республике руйку помощи, с тем, чтобы упростить трансграничное сотрудничество в поездке для украинских граждан, возможно, отменить визы для студентов в каких-то других категориях. Вы что думаете, Ребекка? Ведь страны-члены ЕС стоят на разных позициях. Далеко не все за вступление Украины в ЕС. Сделанные в адрес Украины предложения были продиктованы и интересом к сохранению хороших взаимоотношений с Россией. Сегодня же нам первонаперво необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить гражданской войны на Украине. Новые жертвы в Киеве – это просчет в политике Евросоюза. Аманда, последний вопрос. Что нужно делать? ЕС нужно действовать решительно, нужно расширить представительство в республике. Затем наметить адекватную стратегию развития отношений с Украиной и одновременно с Россией. Хватит топтаться, пора взяться за дело серьезно. Речь идет о соседе Евросоюза с населением 45 миллионов. Мы ему нужны. Большое спасибо всем гостям сегодняшней передачи. А это Ребекка Хармс, Аманда Пол и Сивен Блокманс. Я, Крис Бернс, прощаюсь с вами.